На предстоящей Олимпиаде в Сочи выступят и тюменские спортсмены. Они представлены в трех дисциплинах – биатлоне, лыжных гонках и хоккее. Ну, в этих видах спорта мы были сильны еще со времен СССР. Дима, ты знаешь, как расшифровывается аббревиатура СССР? Ой, ну у меня пока еще с памяти-то все в порядке, конечно, знаю. Дима, есть еще одна расшифровка. Это спортивный союз Сорокинского района. С общественной инициативой выступили сорокинские спортсмены. С энтузиастами познакомилась Евгения Зубцова. Два, три, четыре. Небольшие промахи спортсменкам простительны. Этим дамам от 60 до 70 лет. Вязание крючком сельские пенсионерки без раздумий променяли на занятия физкультурой. Три раза в неделю они собираются в зале, чтобы всегда быть в форме. Одна группа занимается уже третий год, а вот я, например, второй год только занимаюсь. Мы привыкли. В первый год тяжеловато было. После летнего перерыва это тоже тяжеловато. Сейчас уже мы втянулись. Сначала занимались по 30 минут. Сейчас могут и час тренироваться без остановок. Все упражнения не для похудения, а чтобы здоровье окрепло. Бабушки хоть и активистки, но все же возраст иногда дает о себе знать. Перед тем, как к ним прийти на занятия, мы смиряем давление. Что у нас? Мед, врач есть здесь. И мы с ними проводим еще индивидуально общаемся. После занятий спортсмены в возрасте уступают маты молодому поколению. Джудаисты учатся падать на занятиях, чтобы потом подняться на вершину пьедестала. Так воспитываются будущие чемпионы. 22 декабря у них соревнования. Кто будет пропускать, не по причине, что он заболел, а кто будет так просто не захотел, кто будет 5 раз пропустить, того уже на соревнование не возьмут. Спортом здесь увлекаются 3000 человек. Это почти треть жителей. Теперь они входят в состав СССР, спортивного союза Сорокинского района. Мы сделали общественную организацию, зарегистрировали ее официально через Ассоциацию молодежных организаций Тюменской области. И принимали участие в грантах. Гранты поддержки наших молодежных инициатив. Грант губернатора был, грант департамента различные были. И свои проекты, которые мы сами придумали, сами и провели за счет финансирования, за счет этих грантов. В марте они хотят провести в районе финал областных соревнований по баскетболу вместе с СССР. Спортсмены уверены, это станет возможно. Евгения Супцова, Александр Вележанин, Сибинформюро.